50 учителей из Челябинска, Магнитогорска, Кургана, Тюмени и Кустаная, а также их коллеги из Англии, Америки и Ирландии. Этот педагогический форум посвящен открытию челябинского офиса J-Study, образовательной компании с лицензией туроператора. Мы занимаемся обучением с рубежом и мы специализируемся на обучении в англо-вырящих странах, как Великобритания, США, Канада, Австралия и других странах. Сегодня мы презентуем, у нас открывается офис в Челябинске, это наш пятый офис в России. И мы уже открылись до этого четырех городах, наш главный офис в Москве, работаем уже 10 лет. Мы занимаемся сочетанием студентов, университеты, школы, то есть среднее и высшее образование. Плюс очень много отправляем на каникулярные программы, когда дети едут и взрослые для изучения, интенсивного изучения английского языка, Великобританию и другие страны. Идея языковых курсов за рубежом сама по себе не новая, но не каждая туристическая компания является образовательной, в то время как не каждая образовательная имеет лицензию туроператора. Во-первых, это зарегистрированный туроператор, аккредитованный ассоциацией English UK. У нас очень много образовательных программ, мы работаем непосредственно со школами, мы подберем программу под любой бюджет. Мы организовываем поездку под ключ, оформление виз, покупка билетов, полностью согласование всех нюансов, моментов. И мы предоставляем родителям всегда отчеты о каждом дне. В рамках форума состоялись встречи преподавателей английского языка с представителями четырех зарубежных школ. Школа была основана 40 лет назад, это наше семейное дело. Моя мама основала эту школу. Изначально школа была открыта в Дублине, в Ирландии. Сейчас есть филиалы во многих городах, в Лондоне, в Оксфорде, Эдинбурге и даже в Торонто, в Канаре. У нас 8 кампусов для детей младшего возраста и более старших учеников. Много различных программ, есть зимние группы и летние индивидуальные занятия. Это школа для гениев с 10 лет и старше. В основном занятия проходят в группах с руководителем. У нас есть 4 кампуса в Лондоне. Наша концепция – жить и учиться под одной крышей. Кроме учебных аудиторий, здесь вся необходимая инфраструктура. Есть общежития, супермаркет, ресторан, игровые залы, места отдыха. Все в одном месте, недалеко от метро и легко добираться до основных туристических объектов. Дети совмещают сразу два направления. Первое – это, опять же, образовательное направление. Они маловажны, в первую очередь. И во время свободного, так скажем, free time, они могут расслабиться, то есть заниматься различными activities. Пожалуй, один из главных вопросов, который готов задать любой родитель – это вопрос об отношении к русским студентам и школьникам в европейских странах. Как принимают наших там в связи с обостренной политической ситуацией? Это естественно, что родители волнуются за детей, тем более, что средства массовой информации часто сгущают краски. На самом деле, в Лондон приезжает много людей, в том числе русских. И этот город обладает определенным иммунитетом против подобного рода деструктивной информации, оставаясь открытым и гостеприимным. Мне кажется, это гораздо сильнее того, что происходит на политическом уровне. Мы не заметили никакого уменьшения количества русских групп. Вот, например, на этой неделе к нам приезжают русские студенты. Да, СМИ часто раздувают эту проблему. За все эти годы, что мы принимаем студентов из России, проблем никогда не возникало. Принимающие семьи очень доброжелательные и отзывчивые. Студенты чувствуют себя в безопасности и в магазинах, где они бывают, и в районах, где проживают. Могу об этом говорить со стопроцентной уверенностью. Конечно, родители волнуются, когда отправляют детей за границу, но мы заботимся о том, чтобы за ребенком был хороший присмотр. Мы заботимся о хорошем приеме, чтобы у детей оставались столько приятных впечатлений, будь то учеба в Ирландии, Великобритании или в Канаде. Обучение за рубежом – тема не из дешевых. И, конечно, убедиться в надежности контрагентов крайне необходимо. Но что касается потраченных средств, это прежде всего инвестиции в свое будущее, возможность выйти на новый профессиональный уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова